Дело в том, что за последние несколько десятилетий подходы к лечению пациентов с промежуточным и высоким риском, они изменились. И этому послужили несколько факторов. Конечно же, это внедрение теста ПСА, как мониторинга лечения и диагностики рак простаты, это МРТ и это выделение тех самых факторов риска по классификации Энтони Дамика. Это работа перед вами. Он сравнил хирургические лучевые методы лечения. На основании этих данных выделил три группы риска. Для чего нам нужна стратификация рисков? Я думаю, что прежде всего это прогностические критерии и, конечно же, это выбор лечения. Объем лечения понятен, что особенно у пациентов высоким риском, скорее всего, понадобится мультимодальный подход. А вот какой из этих методов лечения мы выберем, гормон лучевой или хирургический, остается неясно. Тем более, что по классификациям НССН и Европейской ассоциации урологов есть некоторые неточности, но не буду сейчас на них останавливаться. Хочу только заострить ваше внимание, что основным, наверное, фактором, который будет лимитировать метод хирургического лечения, будет являться местная распространенность опухоли. Естественно, недостаточно тех факторов, которые были выделены, и мы пытаемся постоянно выбрать еще дополнительные факторы. Вот в одном из исследований были выбраны следующие факторы, и каждый из них являлся достоверно ухудшающим прогноз. Радикальная простатоктомия у больных с высоким риском, конечно же, имеет удовлетворительные результаты. И после операции морфологи нам могут дать дополнительные данные по распространенности опухоли, лимфогенному метастазированию. В работе Бориса Яковлевича показано, что мы не только выделим эти факторы, но при их суммации у этих пациентов резко меняется канцероспецифическая выживаемость. Поэтому, конечно же, обращаясь к данных метаанализов, мы видим, что разницы у пациентов высокого риска практически отсутствуют при гормонолучевом и хирургическом лечении. Вот в когорте НССН высокого риска не было выявлено достоверного различия в канцероспецифической смертности пятилетней. Одни из последних крупных метаанализов приводят такие данные, что да, сегодня отсутствуют доказательства высокого риска. И как радикальная простатокотомия с лимфоденокотомией, так и лучевая терапия с длительной гормонотерапией – это возможные опции в рамках мультимодального лечения. В принципе, тренд, который относится к пациентам высокого риска, он менялся на протяжении последних десятилетий. Были представлены работы, МЕНК опубликовал данные, по которым в 2005 году, конечно же, превалировало гормонолучевое лечение у группы этих пациентов. Однако с набором хирургической техники и с, так скажем, технологическим прогрессом стали появляться все больше и больше. И тренд, так скажем, вы видите на средней диаграмме, стал расти вверх в отношении хирургического лечения. Это данные 2013 года. Однако, я думаю, что в конечном итоге, если сегодня или через пять лет мы посмотрим на эти графики, мы увидим, что лучевая терапия и хирургическое лечение в этих группах начнут сближаться. И думаю, что причиной этому станет также научно-технический прогресс, связанный с лучевой терапией. Я длительное время отработал в городской онкологической клинике, и там совсем другой тренд. Никто не горит желанием оперировать пациентов высокого риска, особенно с местно распространенными опухолями. Всех этих больных направляют на дистанционную лучевую терапию с длительной гормональной терапией. А вот, в принципе, какими доводами это все обосновано? Пациенту рассказывают, что у него будет положительный хирургический край, это плохо, что высокий риск метастазов в лимфатические узлы. Ну, и на самом деле и сам хирург не очень горит желанием, потому что, например, у пациентов с местно распространенным процессом отсутствует вот эта тонкая лапароскопическая анатомия, за счет чего развивается, ну, так скажем, наверное, неудовлетворенность хирурга своей операции. Эти операции нередко сопряжены с определенными осложнениями. И вот по данным ретроспективного анализа в Германии простатоктомия, ну, роботическая, правда, она дороже лучевой терапии на 11 тысяч евро. И что же происходит в клиниках Москвы? Этих больных не оперируют, оперируют локализованных, но мы все знаем про миграцию стадии, и вот такая ситуация происходит. Скажем, из 4 тысяч прооперированных больных 300 человек были с миграцией стадии. Но что хорошо, ряду больных не требуется мультимодальное лечение. Это больные, у которых был отрицательный хирургический край, и, в принципе, даже наличие хирургического края не всегда служило поводом для мультимодального лечения. А вот в настоящий момент мы, конечно, пересматриваем подходы у пациентов высокого риска, но существует некоторый дефицит, конечно, больных. И каждый кулик свое болото хвалит. И мы, конечно же, перетягиваем и у радиологов, а радиологи у нас, пациентов. И вот здесь самое важное добиться вот этого консенсуса и всегда работать в одной бригаде. И все-таки, суммируя все сказанное, я хотел бы чуть-чуть подытожить. Дело в том, что почему мы все-таки предлагаем пациентам хирургическое лечение? Это может быть завышение клинической стадии, потому что методы пока несовершенны и обладают определенной погрешностью. То же самое происходит и с морфологическим материалом. Хирургическое лечение позволяет нам окончательно стадировать пациентов. Вот эта вероятность ограничиться только хирургическим лечением тоже очень привлекательно. А с другой стороны, если необходим мультимодальный подход, то у нас больше, так скажем, ресурсов для того, чтобы назначить потом еще и лучевую терапию. Ну, как говорят некоторые онкологи, хочешь соперировать, пиши про обструктивный тип мочеиспускания. Ну, если он принципиально есть, да, наверное, это тоже показания к лечению. Об отсутствии современной лучевой терапии я чуть-чуть попозже скажу. Ну, вот в отношении завышения рисков есть работа из Института Герцена, которая действительно подтвердила, что, посмотрите, в 27% случаях завышается стадия. Ну, правда, происходит и наоборот, это понятно. Не буду уже останавливаться на этом исследовании, про него уже сегодня много говорили. Скажу только то, что у третьих больных, которые рандомизированы были на простатоктомию, у них миграция стадии в сторону высокого риска была, местно распространенные опухоли. Но, а включали этих больных только как больных низкого риска. И удивительные результаты отсутствия, в принципе, ну, такой серьезной смертности. И, посмотрите, у третьих больных высокий риск и местно распространенные опухоли, а умерло всего три человека, всего два человека из 600 пациентов. Поэтому дело в том, что вот интересную работу очень нашел. Это консенсусная конференция, которая была собрана в отношении развивающихся стран. И там сказано, что, ну, и я с этим согласен, там, где не могут предложить современную лучевую терапию, наверное, мы тоже выберем радикальную простатоктомию. Доводы против лучевой терапии, ну, в принципе, они, наверное, уже прозвучали, не буду на них заострять внимание. Что еще мы можем, чем мы можем перетянуть одеяло от радиологов к себе? Это улучшить результаты хирургического лечения. И, конечно же, вот есть работы, которые позволяют нам и дальше оценивать факторы риска и распределять этих больных в более такие тонкие когорты. Результаты неодевантного лечения перед хирургическим лечением, конечно, уже озвучены. Все мы знаем, что этого делать не стоит. Но я всегда задаю себе вопрос, а почему, собственно? Хирургических краев меньше. Ну, не влияет на выживаемость. Но операция же легче идет. Осложнений меньше. Стадия уменьшается. И вот, я думаю, что многие коллеги об этом тоже размышляют. Теперь применяется и двойная гормональная терапия, которая позволяет уменьшить опухоли на дооперационном этапе. Еще мы можем двигаться по некоторым позициям, таким, как неодевантная лучевая терапия перед хирургическим лечением. Это, конечно же, радиоизотопная детекция лимфоузлов, потому что, я думаю, что многих хирургов не удовлетворяют результаты расширенных, суперрасширенных лимфоденоктомий. И здесь тоже необходимо двигаться в таком более рациональном режиме. Ну, наверное, на этом все. Спасибо.